По деревням будут выслеживать? Тепловизор, он же личный состав, живую силу выслеживает. Потому что мы говорили сейчас о стратегии, о планах богов и демонов. А теперь, смотрите, остается низшая иерархия демонов. Они говорят, а с нами они что сделают? Теперь поставьте себе на местоположение тех, кто пятую колонну сейчас организовали, которые предали нашу страну, позволили разграбить. Они же-то есть? Не олигархи. Олигархи это просто козлы отпущения. А те, кто с нами не стоит. Они люди, они не демоны. Демонов они тоже не нужны. Так же? И как вы думаете, что они будут делать? Кается, наверное. А? Кается. А нет. Это вот советер завелся у кого-то там, извиняюсь. И кается. Ты думаешь, он покается? Нет. Сидит там и кается во всем. А ты икаешь. И так говорится. Злодея не сделаешь добрым. Как не отмывай задний проход, он не станет глазом. Это ведок написан. Понимаешь? Это правило этого мира. Горбатого могила исправят. То есть не надейте, что они покаятся, исправятся и скажут, ребята, вот да, мы вот предатели, вот сажайте нас в канаков. Не ожидайте. Ну а так вот подумайте, поставьте себя на их место, чтобы вы. Выслуживаться. Нет, они до последнего будут цепляться за цивилизацией. Они их всех уничтожать будут. Их в том числе. Они прятаться будут. Да не будут? Нет, прятаться это, если что-то сверху там случится. Они будут цепляться, друг с другом грызться. Вот, за цивилизацию всеми методами. Что больше всего они боятся? Правда они боятся. Мародюра. То их накажут. Мародюры на них работают. Смерть. Смерть. Травомысленные. Да они нас боятся. У них это кошмар. Что мы проснемся. Мы же говорили, правды боятся. Они знают, что мы просыпаемся. Вы думаете, что они не знают, что больше процентов головного мозга у всех начинает работать? И дальше что они будут предпринимать? Уничтожить. Под корень информации. Вот их руками как раз нас и будут уничтожать. Понимаете? Они нас больше всего боятся. Вот они будут вертолеты с тепловизорами использовать. Лучшего изгоя кубей. Так же? Поэтому они говорят, а, самые умные будут текать из городов. Вот за ними и будем охотиться. Это уже тактические. Мы сейчас со стратегией разобрались. А потом будем разбираться с тактикой. Потому что это тоже нужно учесть. Поставьте себя на их место. Как бы вы поступали? Первый, кто выйдет, надо играть. Но самые умные подстреляют. Поэтому я говорю, в нашем деле главное вовремя смыться. Чтобы не опоздать. Потому что, действительно, они будут охотиться за теми, кто в теме. Потому что, вот их планы какие? Они хотят создать такой феодально-рабовладельческий строй. Вот их мечта. Вот хозяева улетят наши, да? Рептилии. Теперь мы сами тут будем главенствовать. Технократия нам запрещена. Значит, что остается, чтобы нам выжить? Ну, рабовладельческий. Они сверху, остальные. Я не отдал буду. У меня частная армия будет. Остальные будут рабы. Понимаете, какие у них планы? Может, они по-другому что-то поступили. Подумайте вот сами. Вот как бы вы поступили бы? Это лучший выход? Вот давайте, вот мы вот все, вот пятая колонна, да? И вот собрались мы вот эти негодяи, да? И думаем, ну что делать будем-то? Они говорят, ну давайте поделим на удельное княжество, да? Россию. Я буду вот этой территорией, там. Я там, армия у меня Вукоила, это армия там, да, других структур, так же? И вот мы все сказали, ну давайте, чтобы друг друга, мы не хотим же друг друга убивать. Чего нам бодаться между собой, так же? Ну давайте вот поделим территорию, чтобы с друг другом не бодаться. Конечно, каждый думает, нет, я все равно. Ахангер, конечно, пауки фангер. Что мы поделим территорию и будем местное население дарить. Мы будем феодалами, да? Мы будем, как бы, управлять этой территорией. А остальных рабов пусть нас кормят. Пусть электричества не будет, пусть технократии не будет. Ну феодалы же жили, да. И мы теперь хотим так жить. Устроим право первой ночи, как они там делали, чтобы, помните же? Да, думаю. Жилица, ты невесту приведи к ней, он там ей матрицу поставит, а тогда пользую ее дальше. Так же? Вот они это и хотят сделать. То есть вот, допустим, вот эти вот феодалы, как бы вы поступили? Вот придумайте, вот я предлагаю вам такой вариант. Предложите более лучший вариант для негодяев. Совет так, если правильно, если прочитывать, под контроль поставить, если что, кнопку нажал, выключил, сознание все. Не, не может быть технократии и оставят. Если есть другие, то есть, то есть, чем... Хозяина прилетят, и это... Ну не будут они нефть использовать на другое период. И другое нельзя. Потому что, чтобы другое, нужно добывать там редкоземельные элементы. Это вообще там запретная тема. Так же? Нужно там другие материалы добавлять. Это запрещено. А вопрос тогда, вот эти источники энергии, альтернативные солнечные электрикаты и ветрогенераторы. В принципе, вот кто их сейчас, вот почему они появились, если в принципе это невыгодно. Сейчас уже энергия из зефира берется. Катер Бромин там, Капанадзе делает. Ну вот, там много источников. Вот эти штуки, они как бы могут работать. Но некоторые ученые говорят, что явление электрического тока может исчезнуть. То есть я вот лекции смотрел, там довольно серьезно ученые как бы объясняют, что это не исключение из правила, а довольно частое явление. Но наши предки, вон, сто лет назад без всякого электричества жили и не тушили. Так же? Дело в том, что мы жили как бы у нас первый, второй, третий передел. Пошел, дерево срубил, раз, сруб готов. Там топор отковался. А современная цивилизация там переделы тысячами достигают. Сначала разрез, потом обогатительные комбинаты и пошло-поехало. Чтобы сделать ветрогенератор, вот представь себе цепочку, сколько нужно сделать, чтобы этот пропеллер сделать, обмотку медную намотать. Вот это действительно они не позволяют. Главное, что нам электричество не нужно, потому что электричество, оно искажает альфа-ритм головного мозга. Вот даже вот проводка идет, и здесь медитацией заниматься нельзя, потому что альфа-ритм головного мозга ответственен именно за медитативную практику. И если он искажен, то как у вас связь с природой, с богами будет? Никак. И зачем нам это электричество нужно?